19 сентября состоялось очередное, не совсем обычное заседание ректората КФУ. Основным отличием стало предварительное потещение комплекса зданий бывшего военного госпиталя. Обход масштабной стройки на территории бывшего военного госпиталя позволил членам ректората убедиться, что ремонтные работы уже идут в завершение. В трех зданиях разместят лаборатории, многие из которых перенесут из главного корпуса КФУ, освободив помещение для прочих проектов. Сейчас вы видите, в каждом здании есть лестница, и не одна, которая является памятником, и они все восстанавливаются. Что будет в этом здании? Вот первый этаж, наверное, вы проходили, вы видели, что там стены в плитках обложены. По сути дела, весь первый этаж, это будет так называемый ветвлад, а не функционалы, то есть чего вообще нет практически нигде в России. Следующей точкой для посещения стала отремонтированная столовая Института психологии и образования Казанского федерального университета. В КФУ завершается прием иностранных граждан, поступающих на основные образовательные программы. На сегодняшний день в Казанский федеральный университет физически прибыло 1307 человек в головной курс и в целом по университету 1926 абитуриентов, поступающих на основные образовательные программы студентов, бакалавра и магистры. Всего же количество иностранных студентов насчитывается 4600 человек. Напомним, что до конца приемной кампании, то есть до ноября 2017 года, их количество достигнет 5000 человек. Мы впервые попали в базу данных агентства «Таймс». Значит, по гуманитарным наукам, по искусству гуманитарного наука мы занимаем позиции 200-250. Более того, в наш университет включен число 39 учебных заведений Российской Федерации, который будет акцентироваться на экспорте образования, на экспорте, на импорте. В этот день на повестке стояло обсуждение регламента по изданию монографий, сборников и учебных материалов, напечатанных в издательстве КФУ под грифом «Казанский университет». Позволяем для тех лиц, которые публикуют под грифом «Казанский университет учебную и научную методическую литературу, пройти некий такой отбор лицензии с тем, чтобы мы были уверены, что данная публикация является действительно хорошей, достойной имени Казанский университет. С докладом об изменении средней заработной платы выступил проректор по финансовой деятельности. В целом, она выразила уверенность в выполнении мазьких указов президента России. Я прошу его отработать и вам лучше самим дать предложение, не так, что я диктаторский там все это сделаю. Какой процент у вас с платного образования должен идти на доплату всех сотрудников? Среднюю заработную плату по ПВС вы должны довести тоже до двойного по республике, то есть это 60 тысяч. Пожалуйста, внимательно посмотрите. Стоит отметить, что со следующего года приемная комиссия университета расположится в концертно-спортивном комплексе «Уникс». Необходимость этого решения давно назрела, а последняя приемная кампания это еще раз подтвердила. До конца сентября директорам институтов дано поручение определить места и локализации столов от институтов и требования по их размещению. Диана Шилова, Леонард Аблесьяров, Владислав Михневский, Универньюс.